МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через боль, пот и усталость. Так крымские баскетболисты готовятся к предстоящему сезону, который стартует совсем скоро. Основная задача сейчас – полноценно выложиться на сборах, отработать новые технические элементы и подтянуть функциональную подготовку. В тренерском штабе расширили программу. Ребята занимаются каждый день, причем с разным типом нагрузки. Главное – это системность. Баскетболисты отрабатывают все, но в меру. Утром у нас изнурительные бросковые тренировки. После бросковой тренировки у нас восстановительные процедуры, бассейн, либо кто хочет – тренажерный зал. И вечерние тренировки, направленные на легкую атлетику. Приходят в команду и новые игроки. В этом году большое количество студентов присоединились к Грифонам. Конкуренция между опытными и молодыми баскетболистами пойдет на пользу всему коллективу. Когда они на практике, нас стареньких отбегают, все-таки молодая кровь. Все отлично. Молодые растут, прогрессивизм. И хоть у новых игроков отличные физические данные, и они показывают неплохие результаты, им нужно стремиться к уровню уже опытных мастеров, потому что в навыках старичков не переиграть. В тренерском штабе считают, что необходимо три недели сборов, чтобы обеспечить максимально качественную подготовку к предстоящим соревнованиям. Будем и выравнивать, они должны тянуться, мы будем их подтягивать, подтягивать. Вы видели, только если человек не справляется, мы ему даем паузу, даем паузу, то есть через отдых, через отдых. Успехи команды на соревнованиях подогревает интерес аудитории. С каждым годом набор новых баскетболистов увеличивается. Студенты стремятся стать чемпионами. Команда хорошо выступает, соответственно, интерес выше. Выступает хуже, может быть, интерес угасает. Но у нас, в принципе, в УЗИ баскетбол достаточно топовый, так скажем, спорт. Поэтому у нас ректор к баскетболу относится очень хорошо. Поэтому нет, за баскетболом все следят. После двух тренировочных сборов грифоны начнут выступление сразу в нескольких турнирах. Крымские баскетболисты традиционно сразятся с лучшими командами России в рамках студенческой лиги РЖД. Также сборная КФУ выступит в первенстве Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Это все новости к данному часу. Носите маски в общественных местах, обязательно сделайте прививку от COVID-19. И помните, спорт начинается с каждого из вас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова